Комитет госконтроля изучает вопросы насыщения торговых объектов разнообразным ассортиментом продукции, которая пользуется спросом в преддверии рождественских и новогодних праздников. Организована работа короткого номера 191, на которой можно сообщить информацию о случаях отсутствия востребованных товаров и фактах необоснованного завышения цен. Экспорт Беларуси в Россию по итогам 2022-го может составить рекордные 23 миллиарда долларов. За 10 месяцев уже 18. Это гораздо больше, чем во все предыдущие годы. Доля белорусской продукции в импорте страны-соседки растет почти по всем показателям, особенно в сфере машиностроения и сельского хозяйства. БелЖД отмечает 160-летие со дня основания. За это время у нее сложилась репутация надежного и пунктуального перевозчика. Компания обеспечивает около 63% грузооборота всех видов транспорта общего пользования и 33% пассажиропотока в стране. Активно внедряются новые технологии. Сейчас тестируется возможность оплаты билетов по QR-коду. Утром на Рокоссовского случился пожар. Горелые квартиры на восьмом этаже. Внутри оказалась 60-летняя пенсионерка. Огнеборцы оперативно вытащили женщину из помещения и передали медикам. Бобрученко попала в реанимацию из-за отравления угарным газом. К тому же сотрудники МЧС из соседних квартир эвакуировали еще семь человек. Причина выясняется. В очередном матче регулярного чемпионата МХЛ «Динамошинник» в родных стенах уверенно сломил сопротивление СК-1946 со счетом 4-1. Наша команда одержала третью победу подряд. Бобручане занимают седьмую строку в таблице. Следующая игра пройдет против питерского «Динамо» 28 декабря. Класс! Динамо! Продолжение следует...